Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вашему вниманию вот такую модель шапочки. Это шапочка связанная от ободка. Она вот так вот начинается, затем вяжется донышко. Вот так она выглядит. Может быть вам понравится эта модель, вы захотите связать ее вместе со мной. В этом месте я соединяла трикотажным невидимым швом. Я дам ссылочку на этот урок, как соединять. Если вам надо, пожалуйста, ознакомьтесь с тем уроком. Начинается вязание отсюда. Двигаемся в эту сторону и здесь заканчиваем. Потом по краю изделия мы набираем из кромочных петли, вяжем донышко у шапочки. Можно обойтись без донышка. Там во время вязания я вам покажу. Можно будет вот здесь вот собрать на шнурочек и сюда просовывать хвост или косу. Фотографии будут и видео, как это можно будет еще носить. С двух сторон этого изделия платочная вязка. То есть в изнаночных и лицевых рядах мы будем вязать лицевыми петлями. В середине лицевые петли, из которых формируется коса с одним перекрестом. Вот так она выглядит. Возле платочной вязки такой рельефный бугорок будет провязываться. Дальше у нас появляются вот такие ажурные дорожки. Между рельефным бугорком и ажурными дорожками и лицевой гладью идет по одной изнаночной петле. Она как бы разделяет эти узоры. Вот такой край у меня получается. Надеюсь, вы начнете вязать со мной и у вас все получится. И главное, чтобы вас устроил конечный результат и вам все понравилось. Ну что ж, приступим к работе. Вот такой ниточкой 250 метров в 100 граммах. Наберите на спицы дополнительной нитью 12 петель. Введите в работу основную нить. Первый ряд. Три изнаночные, вместе с кромочной я считаю. Две лицевые петли, из которых будет такой бортик фигурный образовываться, потом будет вам видно. Две центральные петли лицевые. Теперь бортик с этой стороны и три изнаночные петли. Второй ряд изнаночный. Провязывайте три лицевые. Средние петли изнаночными, чтобы с лицевой стороны получалась лицевая гладь. И три лицевые. По краям у нас должна получаться платочная вязка. Соответственно, с изнаночной и лицевой стороны провязываем лицевые петли. Три лицевые вместе с кромочной. За платочной вязкой будет идти рельефный бугорок такой. Сейчас мы его начнем провязывать. Значит, делаем это так. Вот, из двух лицевых петель. Первую пока не трогаем, она остается на спице. Вторую провязываем лицевой петлей. Ничего не снимаем со спицы. И первую лицевой петлей. Вот, теперь снимаем. Дальше у нас вот здесь впереди, благодаря прибавленным петлям, образуется лицевая гладь. В середине будет получаться коса. Значит, для того, чтобы расширилась эта полоса, значит, с двух сторон будем прибавлять петли. Прибавлять будем не делая накид, а из вот этой протяжки. Накиньте ее на спицу и провяжите лицевой петлей. Затем две лицевые средние. Снова сделайте добавленную петлю. Дальше этот у нас рельефный бугорок будет. Провязываем эти две лицевые петли. Сначала вторую. И не снимая со спицы, первую. Все, теперь снимаем. И три лицевые петли платочной вязки. В изнаночном ряду платочную вязку, вот эти три петли, провязываем лицевыми петлями. Средние петли у нас будут провязываться изнаночными. И три последние лицевыми. Это четвертый петли. В пятом ряду три лицевые. За ними две петли, вот эти, которые провязываются наоборот. Затем делаем прибавление. Провязываем средние петли. Снова прибавление. И рельефный бугорок провязываем. Вторую петлю, потом первую. И три лицевые петли платочной вязки. По краям три петли с одной и с другой стороны в следующем ряду. Это будет шестой ряд. Провязываем лицевыми, средние петли изнаночными. Седьмой ряд. Сделаем аналогично предыдущему ряду. Добавление не забываем. Снова прибавление. Рельефные бугорки. И три лицевые петли. В восьмом изнаночном ряду по краям три лицевые провязываете, остальные изнаночными. Девятый ряд вяжется аналогично предыдущим рядам. Три лицевые петли. Две петли. Затем прибавление. Средние лицевые. Прибавление после лицевых. И эти две петли, которые будут рельефный бугорок создавать. Вторая. Затем первая. Снимаем со спицы. Три лицевые. В десятом ряду, который будет изнаночный, снова три петли с одной и с другой стороны лицевыми петлями провязываем. Серединку изнаночными. Одиннадцатый ряд вяжем аналогично предыдущим рядам. Десять средних петель лицевых. Добавляем одну. И эти наши хитрые две петельки. Три лицевые. Теперь в следующем ряду. Чуть-чуть тут изменится в одном месте одна петелька. Сейчас покажу. Итак, три петли платочной вязки. Затем две лицевые. Та, которая была вот сейчас добавлена в предыдущем ряду, сейчас мы ее будем провязывать лицевой. Значит, три лицевые, две изнаночные, одна лицевая, десять изнаночных. Добавленную в предыдущем ряду провяжем лицевой, затем две изнаночные и три лицевые. Сейчас двенадцатый ряд был провязан. У нас на спице две, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, 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 две петли. Двенадцатый ряд начинаем с трех лицевых петель. Затем две рельефные петли. Одна изнаночная. Добавляем еще одну петлю. В этом тринадцатом ряду перекрестим первый раз нашу косу. Снимите пять петель на спицу дополнительную. Оставьте спицу за работой. Провяжите пять петель с основной спицы. И теперь пять петель с дополнительной. Добавляем. Дальше добавьте петлю. Рельефный бугорок, снимаем со спицы и 3 лицевые. Четырнадцатый изнаночный ряд, 3 лицевые петли, 2 изнаночные, лицевая, добавленная петля в предыдущем ряду провязывается лицевой, коса 10 изнаночных, добавленная в предыдущем ряду лицевая, следующая тоже лицевая, 2 изнаночные и 3 лицевые петли. Пятнадцатый ряд, 3 лицевые петли, одну петлю прибавляем, провязываем рельефный бугорок, вторая петля, первая петля, обе снимаем со спицы. Дальше одна изнаночная, делаем одно прибавление, одна изнаночная, 10 лицевых, одна изнаночная, одну прибавляем, одна изнаночная, провязываем вторую, провязываем первую, петлю, снимаем обе со спицы, делаем одно прибавление, 3 лицевые петли, шестнадцатый ряд, 4 лицевые петли, 2 изнаночные, петли, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 10 изнаночных петель. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые петли, 17 ряд, 4 лицевые петли, делаем прибавление, изнаночные, провязываем бугорок, изнаночная петля, лицевая, лицевая петля, прибавляем одну петлю, изнаночная, 10 лицевых, изнаночная, 1 прибавляем, лицевая, изнаночная, петля, рельефный бугорок, провязываем сначала вторую, затем первую петлю, снимаем обе со спицы, и прибавляем одну петлю, и 4 лицевые, 18 ряд, 5 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 10 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 5 лицевых. Девятнадцатый ряд, 5 лицевых, одну прибавляем, провязываем бугорок, изнаночная, лицевая, лицевая, делаем прибавление, изнаночная, 10 лицевых, изнаночная, прибавление, 2 лицевые, изнаночная, бугорок, вторая, первая, снимаем, прибавляем одну петлю и 5 лицевых, 20 ряд, 6 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 6 лицевых, 21 ряд, прибавляем одну петлю, вяжем бугорок, снимаем с петли, изнаночные, изнаночные, теперь из следующих 3 петель мы будем провязывать ажурные дорожки, 3 петля протягивается через 2, снимается таким образом, затем первую петлю провязываем лицевой, делаем накид и провязываем вторую петлю, добавляем одну петлю, изнаночная, 10 лицевых, 1 изнаночная, 1 добавляем, из трех лицевых делаем ажурную дорожку, протягиваем третью петлю вот таким образом через 2, первую провязываем, делаем накид, провязываем вторую, изнаночная, бугорок, который мы провязываем начиная со второй петли, затем первую и снимаем со спицы, делаем прибавление, 6 петель лицевыми, 22 ряд, 7 лицевых, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 3 изнаночные, это наша ажурная дорожка, накид провязываем изнаночной петлей, дальше 2 лицевые, 10 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид провязываем изнаночной петлей, 1 лицевая, 2 изнаночные и 7 лицевых петель. 23 ряд, 7 лицевых петель, делаем прибавление, провязываем бугорок, изнаночные, теперь ажурная дорожка, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 петлю добавляем из протяжки, изнаночные, 10 лицевых петель, изнаночные, добавляем 1 петлю, снова изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная, бугорок, прибавляем 1 петлю, и 7 лицевых. 24 ряд, 8 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 10 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и 8 лицевых. 25 ряд, 8 лицевых петель, теперь одну петлю прибавляем, дальше провязываем бугорок, изнаночные, 3 петли ажурной дорожки, сейчас будем опять провязывать как вот здесь провязывали, то есть из 3 петель 3 берем, подцепляем на спицу, протягиваем через 2 вот так, первую петлю провязываем лицевой, делаем накид, провязываем вторую, дальше изнаночная петля, лицевая петля и добавляем петлю. Изнаночную провязали, 10 лицевых, изнаночную, добавили одну петлю, лицевая, изнаночная, снова 3 петли ажурной дорожки, снимаем третью, протягиваем через 2, первую петлю провязываем лицевой, делаем накид, лицевая петля, дальше изнаночная, следом бугорок, добавляем одну петлю и провязываем 8 лицевых. 26 ряд, 9 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, провязываем изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 10 изнаночных петель, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, и 9 петель провязываем лицевой. 27 ряд, 9 лицевых петель, бугорок, делаем прибавления, провязываем бугорок, изнаночная петля, 3 лицевые, изнаночная петля, 2 лицевые, добавляем 1 петель, изнаночные, 10 лицевых, 1 изнаночная, добавляем 1 петель, 2 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, бугорок, 2 петля, 1 снимаем со спицы, делаем 1 прибавление, и провязываем 9 петель. 28 ряд, 10 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 10 лицевых. 29 ряд, 10 лицевых петель, 1 прибавляем, провязываем бугорок, 2, 1 снимаем, 1 изнаночные, сейчас в ажурной дорожке будем делать перекид, 3 петлю перекидываем через 2, 1 лицевая, накид, 2 лицевая, изнаночная петля. Сейчас будем делать вторую ажурную дорожку, такую как эта. Снова перекидываем петлю, провязываем 1 лицевую, делаем накид, лицевая, изнаночная. Вот здесь, когда делали перекрест, следующие 7 лицевых рядов не делали, в 8 ряду снова будем делать вот такой перекрест. 5 лицевых петель снимаем на дополнительную спицу, оставляем эту спицу за работой. С основной спицы провязываем 5 лицевых петель и провязываем 5 петель с дополнительной спицей. Дальше 1 изнаночная, 3 петли ажурной дорожки, перекидываем третью петлю через 2, провязываем 1 лицевой, делаем накид, лицевая, изнаночная. Следующая ажурная дорожка, снова перекидываем, накид, лицевая, изнаночная. Провязываем бугорок, сначала 2 петля, затем 1, снимаем со спицы, добавляем 1 петлю, провязываем ее из протяжки и 10 лицевых петель. 30 ряд 11 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид провязываем изнаночной, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 11 лицевых. 31 ряд 11 лицевых, 1 прибавляем, провязываем бугорок, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночная, 10 лицевых, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, бугорок, вторая, первая снимаем, одну петлю прибавляем, 11 лицевых. В следующем изнаночном 32 ряду провязываем 12 петель с обеих сторон лицевыми, остальные петли провязываем по рисунку, то есть над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. Вот так выглядит вязание на данный момент, мы провязали 32 ряда, на спицах 56 петель, больше прибавлений мы делать не будем, продолжим вязать ровно. Итак, из чего состоит узор? 12 петель платочной вязки, затем рельефный бугорок из двух петель, разделительная изнаночная петля между этим бугорком и ажурной дорожкой, следующая ажурная дорожка, между ажурными дорожками разделительная изнаночная петелька, дальше между второй ажурной дорожкой и лицевой гладью, из которой мы делаем потом косу, тоже разделительная изнаночная петелька, дальше все в зеркальном отображении, изнаночная петля, ажурная дорожка, изнаночная петля, ажурная дорожка, изнаночная петля, рельефный бугорок и 12 петель платочной вязки. Не забываем, что в этом месте провязывается сначала вторая петелька, потом первая снимаются со спицы. Здесь делается перекрест в каждом втором лицевом ряду, то есть делаем, например, в лицевом ряду, следующим лицевом не делаем и делаем уже в следующем лицевом ряду перекрест. Здесь делаем перекрест через 7 рядов на 8. На изнаночной стороне провязываем всю серединку, провязываем над изнаночными петлями провязываем изнаночные, над лицевыми лицевые, 12 петель с двух сторон платочной вязки и провязываем лицевыми, и в изнаночном, и в лицевом ряду. Так, вяжите пока по прямой, отдохните от меня и моего голоса, скоро встретимся. Сейчас провязана ровно половина. Вот этот участок, в котором мы делали прибавления, отсюда идет ровный участок. Измерите свой обхват головы и узнаете, где у вас будет середина. Мне, например, надо 55 сантиметров. Вот здесь у меня получилось ровно половина, еще удачно совпало. Коса тут получилась. Удобнее мне будет считать. То есть, у меня вот этот размер 27 с половиной сантиметров. Дальше я буду продолжать вязать ровно вот этот участок, который без прибавлений, еще раз. После этого надо начать убавлять в зеркальном отображении, как мы здесь прибавляли, здесь будем убавлять. Итак, я пока продолжаю вязать прямое полотно. В следующих рядах мы будем провязывать по две петли, то есть, начинать делать убавления. Вот здесь, где у нас идет платочная вязка, вот эти две петли будем провязывать вместе лицевой. И с двух сторон от лицевой глади, где мы делаем косу, будем провязывать изнаночными по две петли. И с этой стороны, где у нас платочная вязка, вот эти две петли и будем провязывать вместе лицевой. Десять петель мы провязали и одиннадцатую и двенадцатую провязываем вместе лицевой. Таким образом, на одну петлю мы сократили этот участок платочной вязки. Дальше продолжаем так же, как и вязали, скрещенные. И провязываем две вместе изнаночной петлей. Так же со второй стороны. В этом ряду у меня идет как раз перекрещивание в косе. Еще раз я его сделаю. Я напоминаю, что я перекрест делаю через семь рядов в восьмом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше нам надо провязать вместе вот эти две петли. Но надо как-то еще умудриться сохранить узор, чтобы он был более-менее симпатичным. С этой стороны перед убавлением у нас накид остался. Надо, чтобы и с этой стороны было точно так же. Вот эту процедуру мы провели. Перекид через две петли. Дальше. Разверну я вот так эту петлю. Теперь провяжем вместе изнаночной, чтобы вот эта дорожка не нарушалась, а всегда останочной была рядом с лицевой гладью. Затем накид и вторую лицевую гладью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая петля. Первая. Снимаем. Эти две петли, чтобы убавить, провязываем вместе лицевой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом ряду, получается, мы убрали по две петли с каждой стороны от косы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я закончила вязание. Вот такая деталь получилась в итоге. Двенадцатью петлями начинали вязание, двенадцатью петлями закончили. Сейчас надо будет соединить. Можно было, конечно, начинать вязание без дополнительной нити, закрыть эти петли и соединить любым трикотажным швом, который вы знаете. Но хотелось сделать это все тело невидимым. Соответственно, будем соединять. Я соединила. Вот что на данный момент у нас получилось. Сейчас покажу одну особенность этой шапочки. Возможно, вам уже будет достаточно и вот этого этапа. И не надо будет довязывать донышко. Можно взять шнур готовый или сплести из нити, из которой вы вязали, и продеть в кромочные петли. Такой вариант шапочки может пригодиться тем, у кого длинные волосы. И в получившееся отверстие можно будет просунуть хвост или косу. Затем это можно стянуть. Если вы решите остановиться на этом варианте, чтобы здесь был хвостик или коса, то не надо здесь завязывать узелок. Шнур проденьте с этого конца. Отсюда он выйдет. Чтобы была возможность расширяться этой шапочке, когда вы ее одеваете, просовываете сюда хвостик или косу. Потом уже, когда просунули, стяните и завяжите этот бантик. Вы можете завязать хвостик повыше. Соответственно, ближе к бровям натянуть шапочку и загнуть этот бортик. Для того, чтобы начать вязать донышко, надо сначала на спице набрать петли по краю. То есть по кромочным мы будем набирать петли на чулочные спицы. Или на три чулочные спицы, или на четыре, кому как удобнее будет вязать по кругу. Вводим крючок в кромочную петлю, поддеваем нить и надеваем ее на спицу. Я буду вязать на четырех спицах, соответственно, визуально надо разделить вязание на четыре части и примерное количество набрать на каждую спицу. А уже потом в работе определиться, сколько на какой спице петель будет удобнее провязывать. Добавляем вторую спицу. И продолжаем набирать петли. По краю кромочных петель я набрала петли на спицы, распределила их на четыре. На спицах у меня 77 петель. Вязать я буду вот такие ажурные дорожки и изнаночную гладь. В дорожке три петли входят. В изнаночной глади четыре, значит, количество петель, которые должны быть здесь, должно быть кратно семи. Начинается вязание с трех лицевых петель, затем четыре изнаночные, и так до конца ряда. В третьем ряду делайте ажурную дорожку, так же, как мы делали, когда вязали ободок. Вяжется на трех лицевых петлях. Третью петлю снимаем через две. Первую провязываем лицевой, делаем накид, вторую провязываем лицевой. Четыре изнаночные. Дальше снова ажурная дорожка. Третью петлю снимаем. Снимаем третью. Провязываем первую, делаем накид, провязываем вторую. Четыре изнаночные петли. Снова ажурная дорожка. Третью петлю снимаем, провязываем вторую, делаем накид, третий так. И так до конца ряда. В этом ряду будем делать убавления. Сначала провяжем ажурную дорожку. Затем две изнаночные. Вместе провяжем изнаночные. И следующие две изнаночные провяжем изнаночной петлей. И так будем до конца ряда. То есть ажурная дорожка. Затем две изнаночные. И снова две изнаночные. И ажурная дорожка. И так до конца ряда. Следующий ряд провязываем без изменений. То есть ажурные дорожки провязываем. И две изнаночные петли. Три лицевые. Две изнаночные. И так до конца ряда. В следующем ряду провязываем три лицевые. и две изнаночные вместе. Три лицевые. Две изнаночные вместе. Следующий ряд. Три лицевые. Теперь вот эту изнаночную провязать вместе с этой лицевой. Вместе. Две лицевые. Снова первую лицевую вместе с изнаночной. Две лицевые. И так ряд провязываем. Вот оно как получается. Сейчас мы ее уберем, когда будем делать ажурную дорожку. И так. Сейчас третью петлю из трех лицевых перекинем не через две, а через три петли вместе с этой изнаночной. И лицевую провяжем вместе с изнаночной. Вот так. Дальше вяжем, как и вязали. Накид. Лицевая. Перекидываем. Перекидываем петлю через две. Провязываем первую. Делаем накид. Провязываем вторую. Соседи делают ремонт, поэтому будем слушать их звуки. Иногда. Извините. Перекидываем. В следующем ряду будем делать перекиды в ажурных дорожках. С предыдущего ряда осталась одна изнаночная последняя петелька. Значит, мы ее провяжем вот здесь. Ее же надо было убрать. И так. Перекидываем. Провязываем первую лицевую, накид и вторую лицевую. То есть, в этом ряду мы делаем только ажурные дорожки. Теперь, для того, чтобы убавить в следующем ряду, то есть, вот в этом, в котором мы вяжем, мы не будем делать накид, соответственно, этой петли уже как нет. То есть, после перекида мы просто провязываем две петли. И так. Еще раз. Убавления в этом ряду будут делаться за счет того, что во время провязывания ажурной дорожки мы не будем делать накид. То есть, мы перекидываем через две петли, как и делали это раньше. Провязываем первую петлю лицевой петлей. Не делаем накид сейчас и провязываем вторую петлю лицевой петлей. петлю. Таким образом, у нас получится убавление. Провязываем ряд. Вот так выглядит сейчас наша работа. И в следующем ряду провяжем каждые две петли вместе одной лицевой петлей. После убавлений у меня осталось 11 петель. петли. Затем надо их снять со спицы. Продеть сквозь петли нить. Стянуть то, что у нас получилось. Вот таким образом с изнаночной стороны завязать узелок и спрятать нить. Что у нас получилось с изнаночной стороны? От набора петель по кромочным вот такой вот ободочек получился с изнанки. Все вот это прячется. Шва у нас нет. Поэтому все получается аккуратно. Конечно можно было как вариант, но тогда будет шов. Если кто-то не может вязать или не любит на пяти спицах, тогда надо было вот этот шов не закрывать, набрать вот когда он открытый оставался, набрать петли по кромочным, связать вот это донышко точно так же и сшивать уже потом вместе с вот этой частью. Надеюсь, вам понравилась работа над этой шапочкой. Посмотрите, пожалуйста, еще фотографии. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok